Заговор 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 Некоторые состояли из трех-четырех предложений, иные же достигали пятиста слов. Они отличались сложной структурой, где эпическая часть рассказывала о странствиях героя в другом мире. Большая часть заговоров имела обереговый смысл. Они должны были защитить от болезней, от преждевременной гибели, от тоски, от сглаза, от ран, от укуса змеи. Заселение в новый дом, поход в баню, первый выгон коровы – почти для каждого события в жизни был свой заговор. Также их называли наговоры, обереги, заклинания, присушки, отсушки, шептания, иногда просто слова. И говорили о них «пошептать» или «покричать». Исследователи отмечают, что заговоры бытовали параллельно в устной и рукописной традициях. При этом жесткой границы не существовало. Устный могли записать, а рукописный сопровождался инструкцией, когда и с какими действиями его произносить. Тексты записывали на отдельных листах или в особых тетрадях, которые хранили дома или носили в качестве амулета. Такие тетради с воинскими заговорами неграмотные люди брали на войну для защиты, хотя сами не могли их прочитать. Целительной практикой традиционно занимались знахари. Они знали не только тексты заговоров, но и особый ритм, в котором произносился текст. Однако почти каждый человек мог в особой ситуации пошептать слова. Манера исполнения заговора в некоторой степени зависела от личности говорящего. Кто-то сосредотачивался на гипнотической стороне, на действии самого звучания слов на человека. Для другого произношение было вторичным, а на первом месте стояла сила самих образов. Как и во всей народной традиции, человек здесь проявлял свою личность через установленный канон, вносил свою индивидуальность. Это как одну песню два человека могут спеть по-разному. В народе считалось, что раз люди одарены природой не одинаково, и если один сильнее физически, у другого талант кузнеца, третий зорко видит, то и магической силой люди одарены по-разному. Поэтому думали, что заговоры в исполнении разных людей имеют разную силу. Обычно текст начинается с зачина, который звучит примерно так. Лягу я, Иван, помолясь, и встану, благословясь, и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле под чистые звезды, под лунь небесную. Таким зачином начинались белые заговоры, в которых обращались к силам природы, а позднее к Богородице, Архангелам и Православным Святым. Вот фрагмент одного из них. У тебя на море стоит дуб, и на дубов себе два ангела, хранители Господни. Просят и молят саму Матушку Пресвятую Богородицу. И я, раб Божий, молю вас, ангелы-хранители Господни. Помолите и попросите Царицу Небесную Пресвятую Богородицу о рабе Божьем «От черного глаза, от белого глаза, от серого глаза, от голубого глаза, от желтого глаза, от карьего глаза, от сизого глаза и от всех злых и нечистых людей. Аминь». Перед чтением и после него полагалось перекреститься, а в конце плюнуть. Были также черные заговоры. Начинались они по-другому. «Стану я, раб Божий, не благословясь, и пойду не перекрестясь, из избы не дверьми, из ворот не в ворота. Выйду в подпольном бревном, в дымном окном, в чисто поле». Обратите внимание, как в этом зачине образы выводят человека за пределы нормального и допустимого. Адресатами таких заговоров были черти или нечистые силы славянской мифологии. «В чистом поле бежит речка черна. По тверике черной едет черт чертовкой, А водяной с водяновкой. На одном челне не сидят, И в одно весло не гребут, Одной думы не думают, И совет не советуют». Завершались все тексты замыканием, Которое призвано связать силу слов в одно целое. «И тем моим словам ключ и замок, А замок замкнуть, Ключ снесу, В океан моря Подолотый камень». Заметную роль в заговорах играла импровизация. Как и во всей устной традиции, Главная формула текста сохраняется, Но в нее порой привносят свое, Как в сказку или в песню. Это помогало человеку Проявить себя, С большей верой произносить слова И совершать обряд. Есть записи заговоров Длиной в несколько страниц. Заучить их довольно трудно. Скорее всего, Частично они симпровизированы. Произносить слова, Чтобы они приобрели особую силу, Нужно было в определенное время. Чаще всего творили заговор На утренней или вечерней заре. Некоторые могли повторять Три дня подряд. Присушки или любжи Это особый род заговоров, Призванный помочь в делах сердечных. В большинстве случаев их читал тот, Кто желал завоевать привязанность. Вот отрывок, записанный В Южной Сибири в 1848 году. Орлицу с орлятами С копусы с копятами, Травы подкошенные, Леса подсеченные. Пойду я поближе, Поклонюсь пониже, Гоет есит и огненный змей. Не зажигай ты горы и долы, Ни быстрые реки, Ни болотные воды с ржавщиной, Ни орлицу с орлятами, Ни с копусы с копятами, Зажги ты красную девицу Образы в этом тексте, Как и во многих других, Уходят корнями в дохристианские верования славян. Огненный змей – это страж, Охраняющий вход в потусторонний мир, Воплощение первобытных, Стихийных сил, Земли и огня. Стоит понимать, Что система образов И внутренняя логика народной культуры Выросла из мировоззрения наших предков. Метафорически здесь нужно сначала выучить буквы, Чтобы начать понимать слова. И особенно это касается Колдовской стороны традиции, Связанной с другим миром, Где законы не похожи на человеческие. Порой в заговорной практике Участвовали разные предметы. Воск, вода, соль, земля с кладбища, Медь, уголь. Вероятно, они обозначали Элементы природных сил, К которым обращался человек И помогали установить с ними связь. Слова могли шептаться над пищей или питьем, Которые предназначались человеку. Носителем силы мог стать и предмет, Например, крест или платок. Его необходимо было передать, Чтобы заговор подействовал. В случае, если заговор читался с целью защиты, Предмет становился оберегом. Если же он имел приворотный характер, Предмет передавали тайно. Заговоры были важной частью народной медицины, А точнее, знахарства, И сопровождались особыми действиями. На море, на океане, На острове, на буяне Лежит камень и латырь. На том камне сидит красная девица, Держит иглу булатную, Вдевает нитку шелковую, Зашивает раны кровавые. Булат, прочь, отстань, А ты кровь течь перестань. А латырь, камень и остров буян Это образы древней культуры, Которые означают представление о мировом центре, Где берет начало все живое. Человек будто переносится в священное время и пространство, Где силы природы подчиняются его словам. Есть также интересная трактовка, Связанная с островом буяном и а латырь камнем. Это метафора центра мира, Первоисточника творения и жизненной силы всего бытия. Исток, который для нас находится одновременно везде и нигде, Как бы в другом измерении. И обращаясь к нему, Человек пытается установить связь С основной силой всего мироздания. Если немного отойти от науки, То некоторые мистики говорят, Что текст заговора Был способом для концентрации духовных сил человека. Внешней формой, Которая помогает проявить волю и намерение Направить психическую энергию. Ритуальная, Внешняя сторона заговора, Служила также ключом, Который помогает открыть способности человека. За долгую историю, Заговорная традиция Впитала в себя элементы православия, Став ярким примером синтеза. Иногда под именами святых Скрываются образы древних богов. Например, В заговоре от пьянства, Записанном в Первомской губернии В 1863 году, Илья Пророк Представляется в образе бога-громовержца. Покорюсь я, раб Божий Илье, Пророку. Свет ты, Илья, Пророк. Огненная карета И огненная колесница. Туго ты тянешь, Метко стреляешь, Врага и супостату убиваешь, Огнем опаляешь, Чтобы меня, раба Божьего, Не испорчивать, Не сколдовывать, Ни колдуния, Ни злому и лихому человеку, Ни злой крови И думе злой. Несмотря на то, Что во многих текстах Упоминается Богородица, Ангелы, Архангелы и святые, Церковь до настоящего времени Относится к заговорам С осуждением. Причина в их магическом характере И языческом происхождении. К тому же, Заговор может произносить Любой человек, А не только духовное лицо. Недавно в одном из сел Белогородской области Скончалась женщина, Заговаривавшая болезнь. И местный священник Отказался хранить ее По христианскому обряду. Специально соприкасаясь С другим миром, Человек рискует, Потому что выходит На неизвестную территорию, Где живут другие сущности, С не всегда понятными законами. И он несет за это ответственность. Поэтому заговоры считались Серьезным и довольно опасным делом, Где не место для шуток. Теряя свое сакральное значение, Некоторые заговоры Перешли в детский игровой фольклор. Многие присказки Имеют заговорную форму. Например, хорошо известное «У кошечки боли, У собачки боли, А у Пети не боли». Вера в то, Что с помощью заговоров Можно влиять на жизнь, Существует и сегодня. В интернете есть много текстов С описанием ритуалов. Тематика там уже современная, Например, можно найти заговоры На выигрыш в лотерею, Или даже заговор на похудение. Звучит он так. «Теплая водица, Забери с собой мой жир, Смой с меня лишнее, Оставь худобу, Сделай сон крепким, А тело стройным, Меня здоровый и красивый. Лезь и водица, А вес убывай, И не возвращайся, Да будет так». Современные тексты Можно отличить по их языку. Если в традиционной форме заговор Имеет зачин, Часто эпическую часть, Формульную структуру, Поэтические образы, Отсылающие к архаическим верованиям И замыкающие слова, То современные варианты Достаточно конкретны. Древние заговоры, Как и все народное творчество, Прошли через сотни тысяч людей, В то время как современные Часто являются авторскими произведениями. Заговоры есть во многих мировых культурах. Кельты обращались к родной земле Деревьям и травам. В старшей Эде есть тексты, Имеющие заговорную форму. До наших дней сохранилась традиция заговоров В исламской культуре, Уходящая корнями в магию стран Востока. В сложном мире, Где есть добро и зло, В мире, который продолжает открывать новые тайны, Но все равно остается загадкой, Заговоры были инструментом, Внешним проявлением духовного пути наших предков. Современнику все это может показаться Смешными суевериями. Но если задуматься глубже, То мы увидим в заговорах Основы многих сегодняшних верований и представлений, Связующие нити проходят через всю историю. Наша цивилизация возникла не на пустом месте, И ее колыбелью была народная культура. Там, в архаичных представлениях о психологии и медицине, О устройстве человека, общества и мироздания, Была создана основа сегодняшнего дня. Мы рассказали только малую часть этой огромной темы. Если вам интересно больше узнать о настоящей русской традиции, Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы расскажем, как отличать подделку от правды И разрушим ряд стереотипов. Вы узнаете о песнях, забытых музыкальных инструментах, Воинской подготовке, сказках, обрядах, узорах. И по-новому откроете огромный пласт культуры, Который создан нашими предками, И который мы сегодня можем потерять.